здравствуйте с вами личные финансы передача о грамотных инвестициях и сегодня мы как ни странно хотим поговорить не о санкциях а о малом бизнесе рестер слан здравствуйте несмотря ни на какие запреты эмбарго и так далее бизнес все равно пытается развиваться люди стараются открывать свое личное дело и я знаю что компания финам есть какие-то предложения по этому поводу совершенно верно сегодня мы поговорим об услугах которые предлагает нашим любимым клиентам коммерческий банк финам банк финам на российском рынке уже больше 20 лет он работает как с физическими так и с юридическими лицами спектр услуг банка очень широк кстати совсем недавно банк прошел комплексную проверку центрального банка россии которая не выявила никаких нарушений сегодня мы скажем несколько слов именно об одном сегменте деятельности банка финам это кредитование малого и среднего бизнеса тема актуальна не только сегодня она всегда была актуальна просто сейчас ввиду те же самых санкций до виду того что например необходимо развивать внутри страны местного товаропроизводителя прежде всего сельхозпроизводителя многим нашим зрителям клиентам может быть это интересно здесь предоставляются как кредит на развитие бизнеса как на пополнение оборотных средств банковские гарантии кредит на обеспечение государственного контракта и так далее и тому подобное ну вот здесь лежит брошюрка здесь восемь видов я вижу больше да здесь основные здесь основные а также есть комплексные такие продукты которые объединяют два в одном например очень многие банки предлагают нечто подобное но я могу сказать что мы более гибко подходим к формированию нашего кредитного портфеля то есть и клиентов выбираем индивидуально если к нам обращается заемщик потенциальный предоставляет нам всю необходимую документацию согласно нашим требованиям то как правило наш банк предлагает условия более выгодные нежели другие участники рынка в плане суммы кредитного лимита до на которой рассчитывает клиент мы также подходим к вопросу рассмотрения кредитной заявки комплексно то есть если видим предприятие рассматриваем родственные ему юридические лица собираем документы в комплексе и выдаем консолидированное решение по группе компаний это тоже кстати важное конкурентное преимущество очень часто в таком виде рассмотрения заявки банки отказывают своим заемщикам говорят вот юрлицо одно и вот его и будем рассматривать а то что у данного учредителя есть еще и другие юрлица в общем-то не всегда интересует банк несмотря на увеличение стоимости денег в стране а это неизвежно произойдет уже происходит из-за этих санкций которые были в июле месяце введены против наших системообразующих банков сбербанка например до втб ставки по кредитному в нашем банке пока не изменились и находятся на очень привлекательных позициях от там 15 17 процентов опять-таки здесь конечно решение индивидуальное все-таки если говорить о сравнении с рынком банковским в целом данное предложение оно является интересным сегодня малый бизнес развивается в основном в торговле общепития ремонте сельском хозяйстве и различных услугах кредитование малого бизнеса в россии особенно в сравнении с западом находится на не очень высоком уровне поэтому новые предложения от компании финам для бизнесменов будут очень кстати а вообще насколько важен именно сегмент малого бизнеса в экономике то есть если взять например сша или европу не только сша и европу можно говорить о большинстве стран экономически мощных а за еще на страны азии конечно же здесь участвуют те же самые страны бригс которые вместе с россией входят это бразилия да индия та же самая страна с огромным населением конечно же на балом бизнес везде уделяется очень большое внимание потому что это очень важный фундамент если вспомнить историю нашей страны вот ровно сто лет назад то именно тогда русское экономическое чудо во время реформ петра столыпина оказалось возможным благодаря крепкому малому бизнесу как сейчас это называется ситуация окончилась плачевно для этого класса будем так говорить нашего населения сейчас ситуация лучше можно сказать то в том смысле что официально можно заниматься бизнесом и даже есть определенные меры поддержки вот но есть другие проблемы до связанные с коррупционной составляющей и так далее опять же на это стоит обращать внимание об этом надо думать об этом надо говорить предпринимать шаги по искоренению этих проблем нашей современности но опять-таки посыпать голову пеплом и думать о том что ничего делать не стоит конечно же я не рекомендую возможности есть благодаря скажу все-таки благодаря санкциям открываются вновь особенно для тех кто готов производить в россии то чего мы лишаемся ввиду этих самых санкций а что можно пожелать тем кто хочет начать заниматься малым бизнесом но надо этот вопрос прорабатывать я считаю что прежде всего надо понимать четко чем человек хочет заниматься он должен представить себе все-таки какой-то план и до более того не только представить но и нарисовать его как минимум на первый год развития потому что действия предпринимаемые наобум не приводит положительному результату имея бизнес-план имея четкое представление хотя бы на один год развития можно рассчитывать на какой-то успех можно рассчитывать на поддержку того же государства который выделяет деньги для стартапов ну и дальше конечно же надо работать не покладая рук потому что бизнес это прежде всего работа спасибо большое но я надеюсь среди наших телезрителей будет становиться все больше бизнесменов в том числе и благодаря банку финам а сейчас мы узнаем у нашего конституционного управляющего максима как дела с нашими портфелями на 500 и 50 тысяч рублей здравствуйте продолжаем вести наши два портфеля на 500 и на 50 тысяч рублей за предыдущую неделю нашем большой портфеле ничего не изменилось мы как продолжаем держать фьючерс на доллар рубль так и продолжаем держать он находится в таком боковике можно сказать особо сильно не вырос что касается маленького портфеля была среднесрочная коррекция по доллару мы ее попытались это играть сейчас находимся в шарте доллар вот этой коррекции не продолжает находится как я говорил боковике узком чуть-чуть выше чем цена продажи находится поэтому наша маленький портфеля слегка снизился итого наш большой портфель оценивается сейчас в 614 1700 рублей наш маленький портфель оценивается в 93 тысячи 459 рублей на этом все спасибо до свидания